Здорово, вояки! У микрофона зуберки и второй видосик про польско-техословацкий бронетранспортер ОТ-64 Скотт. На этот раз мы рассмотрим продвинутую версию скотинки, словацкую ОТ-64 Кобра. Итак, во времена своей молодости в 60-е и 70-е года, 64-ки имели весьма приличный уровень вооружения и бронезащиты. Однако время бежит, машины сменяют друг друга, и спустя три десятилетия после выпуска скотинки окончательно устарели как бронетранспортеры. Но машин-то выпущено более 4,5 тысяч, что же, их бросить гнить что ли? Вот и пытались чехословаки пристроить их куда-нибудь и как-нибудь. Плюс масло в огонь подлило заключение страной ряда международных договоров, ограничивающих количеством машин с тяжелым вооружением, вследствие чего пришлось снять с БВП-1 штатные башни с 73-мм орудием Гром и поменять их на пулеметные башенки с КПВТ от Т-64 Скотт. Получился гусеничный бронетранспортер ОТ-90, который оказался полным провалом из-за сложной и плохой развесовки и низкой надежности спешно смонтированных башен. Тачанку даже прозвали Тигром Гавила в честь тогдашнего президента Чехословакии, вознаградив его за роль в проталкивании этой модернизации. Также ОТ-64 Скотт использовались миротворцами ООН в миссиях в Эритре и Эфеопии в период 2000-го и 2001-го годов. Там часть машин была модернизирована для действий на высотах более 2000 метров над уровнем моря путем улучшения охлаждения движка и коробки. Впоследствии некоторых из этих машин были переданы кенийскому контингенту, который успешно их угробил из-за плохого обслуживания и ДТП. Впрочем, вернемся к словацким ОТ-64, которые на рубеже 2000-х имели недостаточную огневую мощь. Данный недостаток и была призвана ликвидировать установка на машину низкопрофильного одноместного боевого модуля 2А42 Кобра с одноименной пушкой советской разработки. Впервые этот модуль был представлен публике в 2001-м и предполагалось монтировать его на ряд машин БМП-1, ОТ-64, БТР-70 и Пандур-2. Основой новенького модуля являлась хрестоматийная 30-миллиметровка Шипунова-Грязнева, предназначенная для боя против легкобронированной техники и воздушных целей на дистанциях не менее тысячи метров. Пушка спаривалась с пулеметом и стабилизировалась в двух плоскостях. Темп стрельбы был варьируемый – 250 или 500 выстрелов в минуту. Оба ствола примечательны очень широкими УВНами – минус 4 градуса вниз и плюс 60 вверх, и приличной скоростью переброски ствола в 30 градусов в секунду по горизонтали и в 20 градусов по вертикали. Наводчик боевого модуля сидел слева снизу от орудия и наблюдал за полем боя через перископический стабилизированный всесуточный прицел. Ну и отдельной строкой с удовольствием скажу, что по желанию заказчика на крыше боевого модуля монтировался ПТУР-конкурс для борьбы с тяжелобронированными машинами противника. И пара слов о бронезащите. Башня не хухры-мухры, выполнена из броневой стали со стекловолоконной прокладкой и защищена по фронтальной проекции от 14,5-мм пуль, а в остальных проекциях от стрелкового калибра. Дополняет крепкую башенку 6 гранатометов дымовой системы Туча, собственная система фильтрации воздуха и система подпора давлением, препятствующая попаданию в обитаемый отсек химических, биологических или радиоактивных средств. Данный боевой модуль несколько раз демонстрировался на выставках 2003 года, однако заказов на него так и не поступило. Но разработчик компании ZTS Special Trenching не отчаивается и не бросила модернизацию модуля, представив в 2011 году новую версию, обозванную ДВК-30. Новая турелька имела модернизированный прицел, увеличенный темп стрельбы пушки в 550 выстрелов и модернизированную систему дымов. Также была возможность заменить 2А42 на чешскую 30-мм ЦЗ-30. На 2016 год контрактов на старый модуль 2А42 Кобра и на новый ДВК-30 нет. В игре ОТ-64 Кобра, скорее всего, будет расположена на 5 или 6 уровне. Машина несет привычную нам 2А42 30-мм автопушку и мощный ПТУР-конкурс, смонтированный над башней. Подвижность и маневренность тоже обещают быть на уровне. Так что скажете, нравится вам Пепеллац или нет? На этом все. Лайк, дизлайк, подписон, группа ВВК. Не ленимся, проявляем активность. Спасибо вам за внимание и не переключайтесь. Пока.